Мы с вами добрались до как снимать путешествия. Я просто поясню немножко, что здесь вы найдете. И, в принципе, может быть, в каких-то последующих вебинарах, а некоторые вещи уже и предыдущих рассказаны, вы эти материалы более подробно можно будет разобрать, чтобы вы понимали, о чем, на какие моменты, может быть, будут вам интересны. Вот я здесь раскрывал тему насчет факторов, повлияющих на наше сегодняшнее мировоззрение. Кто еще... Я сразу уточню. Кто знает Александра Медведева? Как бы вот слышал про него, да? Хорошо, окей. Кто не знает... Вы два раза поднимаете руку, да? Хорошо. Мне показалось. Александр Медведев, в смысле, это преподаватель по фотографии, который живет в Питере. Я очень его любил, мне он очень нравится. Мне чуть попозже поговорили, почему он тут и чем он хорош и все такое. Но вот в одном из своих вебинаров как раз он рассказывает о том, что у нас очень глубокий, насыщенный и очень интересный внутренний мир, но на самом деле у нас крайне очень ограниченный, скупой и мало, как сказать, понятный кому-то интерфейс, через который мы подаем вот все наши идеи, все наши возможности. И как это произошло, почему это именно так произошло, как раз рассказывается в этом пункте. Здесь вот приводится небольшой, как сказать, кусочек, как это сказать, цитата, вырезка из книги Константина Станиславского, знаете же Станиславского, да? Это его как бы мемуары. И вот он рассказывал про то, как он реально развивался, что происходило в его доме, почему действительно он там стал таким великим. Ну, в смысле, почему он стал таким великим, тут не пишется, но становится понятно, благодаря чему это все произошло. Я думаю, что это могло быть вам интересно. Может быть вам интересно. Следующий момент, который вот действительно сложился в этот паттерн, и то, что мы сейчас чем обладаем и какими возможностями обладаем, вот здесь как бы перечислены все моменты, которые могли повлиять на наше текущее мировоззрение, да? Так вот, смотрите, три составляющих личности, которые проявляются в нашей фотографии. Вот Валера говорил очень долго о смысле, том, что действительно весь смысл, ну, как сказать, какие моменты важны нам для того, чтобы... Переизборки. Да так здесь нормально, да. Передавайте, вот смотрите, я разделил это на три отдельных части, то есть на нравственно-духовное-философское, вкус, стиль, понимание, искусство, вторая часть, и техническое. Как вы думаете, что в большей степени развито в современном, ну, в среднестатистическом человеке? Какие варианты? Михаил знает, что третье, потому что он часто слушает мои юбинары. Спасибо большое. Как вы думаете, почему техническое, как правило, более развито в любом среднестатистическом человеке? Ну, в смысле, возьмем представителей Казахстана. Вот вы только что прослушали некоторую лекцию, как вы думаете, это связано хоть как-то? То есть в какой области вы стали более продвинутыми? Техническое, узнали, что можно печатать на потолке, на полу и так далее. То есть техническое спонсируется, это кому-то нужно, чтобы нам втюхивать новые камеры, новые гаджеты, новые вещи. У нас всегда постоянно идет давление от производителей техники. И это неплохо. Просто нужно понимать, что все остальные вопросы, да, они не могут быть перекрыты вот точно таким же способом. Типа того, что давайте будете просто открыты ко всему новому, и все лучшее войдет в нас. Это не произойдет само по себе. Потому что, чтобы у вас был лучший вкус, лучший стиль, лучшее понимание искусства, это на самом деле, наоборот, современному обществу не нужно. Мы, наоборот, нужны более серым, более простым, более привязанным, скажем так, к глобальным вещам, к каким-то потреблению продукции транснациональной корпорации. Вот буквально недавно в Москве открылась, ну, в смысле на этой неделе открылся магазин «Марвин». Вы знаете же, да, слышали? У нас достаточно давно, а для них это прямо, ну, вау, какое событие. Это прямо вот пишут, прямо по новостям, по «Евроньюзу». Это империя. Это империя, ребята. Просто нам это дело втюхи. Да, и «Евроньюз», может быть, является той же дочкой, что и «Марвин». Ну, они, может, и заплатили, да. Ну, то есть, не-не, это их. А, это их тоже. Это как если бы вот… Да, один холдинг. Да, один холдинг. Их не так много, этих холдингов. Японские холдинги есть и еще кое-какие. Вот, допустим, «Тойота», «Тошиба» и так далее, и так далее. «Соня» — это «Митсуи Корпорейшн». Мало кто знает, что это одна компания. Просто их в 60-х вот так вот почикали. Типа антимонопольные законодательства. Да, ну да, чтобы они могли работать в штатах. Да, добывающие, соледобывающие. Камеры. Камеры — это камеры, камеры. То есть, они, смотри, какая идеология. То есть, они производили, допустим, металл, а потом сказали, а давайте из этого делать что-нибудь. И сделали «Тойоту». Без разницы. То есть, им все равно. То есть, на самом деле, им все равно. Они с нами поступают как, ну, как сказать, как с материалом. И мы должны понимать, что если мы сами не приложим усилия для того, чтобы развиваться вот в этих двух областях, то, на самом деле, ничего, как сказать, серьезного прорыва у нас не произойдет. Мы и так и будем вынуждены снимать похожие кадры и, в общем-то, платить, ну, скажем так, реперенсы, которые мы скачиваем с известных сетей. О чем Володя говорил, он очень ясно выразился. Я даже для себя пометил, что мы видим какие-то классные, мы окружены сейчас кучей вроде бы классных моментов фотографий, но большая редкость авторская фотография. Да, да, да. Большая редкость авторский макияж. Почему все выглядят? Это Анжелина Джоли, не дай бог, она уже, по-моему, 30 килограмм, вышла замуж. Господи, я не знаю, что делать. Короче говоря, вот здесь есть перечень того, что вы… Ну, вообще, есть некий посыл от одного из моих учителей, который говорит, что чтобы стать вот таким замечательным, прекрасным человеком, творящим шедевры, нужно просто в свое железо лить золото. Ну, в смысле, сначала разогревать свое железо, потом в него влить… Это вытеснит грязь. Вытеснит грязь, да, все уйдет, останется только… Зеркало нашего восприятия станет чище. Чищем. И вот о каком золоте идет речь, то есть, что конкретно идет… Вот здесь вот есть перечень, но это то, что я изучал, возможно, вы вам на какие-то моменты… Может быть, вы знаете какие-то другие вещи. Просто я здесь расположил именно все в таком порядке, что если вы вдруг какой-то предыдущий этап уже прошли, может быть, нет смысла на него запрыгивать обратно. То есть, если, к примеру, знакомы с Карлосом Кастанедом, с его знанием, к примеру, вам в один зеланд уже, в принципе, не нужен. И наоборот, если вы, к примеру, читали «Конкордио Антаро», «Два смысла жизни», да? Да, две жизни. Две жизни. О, аня, бабушка, я… Да, две жизни. Супер. Ну, короче говоря, вот такие интересные вещи. Я думаю, что если вы что-то не видели, по крайней мере, стоит найти в Википедии и посмотреть. Долгими зимыми вечерами. Просто я поражен, потому что я сейчас раскрываю те вещи, испорные, так сказать, естество, профессии наши, что откуда мы берем это все, с какого измерения мы берем. Это определенный образ жизни. Да. И я это, кстати, уловил на первых поездках. Да, и начал туда топить. Следующий момент, который интересен, вот второй, да, это вкус, стиль, понимание искусства. Вот здесь я сделал несколько ссылочек, гиперссылочек, которые вы могли бы посмотреть, если вам это будет интересно. Вот этот второй и третий пункт здесь видно, что они такие персональные, будут подстроены под ваш уникальный стиль, под вашу природу. Естественно, что это мы делаем на наших, скажем, на обучающих курсах. А есть какие-то простые вещи, то есть фотографии классиков, секреты великих мастеров, fashion gone and rock, допустим, очень классный такой сайт, где публикуются все фэшн-съемки за все периоды времени. То есть можно просто как энциклопедии пользоваться, любое имя забить, и он сразу выводит вам список. Любую обложку любого журнала. Просто очень, по-моему, ресурс назывался pvgrayscale.com, а потом его закрыли, а потом идите мать сюда. Они сюда переехали, да? Очень круто. И вот что, да, и я вот очень много прослушал Александра Медведева всяких материалов и понял, что действительно есть смысл просто следить за тем, за чем он следит. И он сам рекомендует именно эти вещи. То есть у него есть список подписок, и он, кстати, вот на этой неделе его обновил и просто добавил туда кое-какие вещи. Так или иначе, мы все равно что-то потребляем, то есть наш мозг так устроен, что мы постоянно в поиске. То есть у нас мышление, вся система так устроена, что мы постоянно что-то ищем. То есть попробуйте долго смотреть на одну стену, да? Не, нехорошо. То есть мы ищем что-то сюда или начинаем тоже смотреть, что-то тесаться, все начинает. Мы обусловлены этим делом. Поэтому так или иначе вы что-то смотрим, но если смотреть в определенном направлении, там прям прямым текстом не надо думать, что мы такие, знаете, уникальные талантливые, самые гениальные, я об этом говорил просто талант просто гениальный просто обычный поэтому многие вещи, которые мы сейчас мечемся каждый на своем этапе мечется кого-то уже там зовут наверх, кто-то еще только первые шаги делает есть потребности, вот если мы читаем в нужном направлении или смотрим не изучаем, не соприкасаемся с такими людьми мы находим ответы, готовые ответы на вопросы потому что мы не уникальны, инструкция для жизни есть? Есть но это, конечно, я забегаю но здесь Ворска Варьера абсолютно прав есть еще один такой нюанс на этой неделе как раз с сыном обсуждали эту интересную тему наверное вы знаете, что в 50-е годы когда был просто телевизор, один канал для нас, в принципе, весь контент подбирали и для нас его готовили то есть, в принципе, все, что проходило к нам, оно проходило при определенный отбор как вы думаете, вот это такой вопрос очень простой сейчас, когда у нас есть возможность доступ ко всем другим материалам, которые возможны общий уровень человека в среднестатистическом он вырос или упал? вот есть доступ ко всем материалам Юля, упал? упал, упал, действительно то есть, мы с вами объемы выросли денег в единице средний материал, который к нам падает в среднестатистическое значительно ниже по уровню то есть, классности, стиля уровень искусства и так далее мы это потребляем и мы это потом через свое искусство транслируем через свои фотографии и еще удивляемся, почему нам так хватит мало денег так вот, как раз таки, разговор про то что, может быть, есть смысл понять, где те люди, которые могут через себя, во-первых, пропустить самое лучшее это попадет к нам и уже через наши фотографии пойдет уже лучшее к нашим клиентам надо внимательнее относиться к тому, что заходит к нам с пищей вот оно аналог мы же, вот когда идем, мы же не идем в мусорке, там, что лишь целое яблочко, половинка можно и агрызок хороший там, косточки есть сладенькие, горькие вкусные то есть, мы как-то избирательно ну, по возможности избирательно мы приходим на рынок, мы выбираем лучшее мы принюхиваемся, прицениваемся прицеливаемся, кругами ходим берем самое лучшее, но стараемся потому что это подношение у нас нет такой возможности, потому что идет постоянный поток то есть, мы постоянно находимся в лентах наших друзей, соцсетей мы постоянно вынуждены смотреть сериалы, фильмы это же, в принципе, так немножко расслабляет человек, мы вынуждены к этому убегать это же мой друг, если я не лайкну бездарную фотку то что, он обидится же, понимаешь вот, это коммуникация момент очень важный мы затрагиваем здесь глубокий вопрос коммуникации ну, в общем, ты продолжаешь? да, я дополню ну, по поводу технической составляющей у меня тоже есть отдельные здесь расклады я просто хотел сказать, что раньше я добавлял этих людей в свои, ну, как сказать списки но сейчас для меня эти люди несколько уже утратили свою, скажем так, актуальность то есть, после того, как я встретился с вебинарами, или, скажем с мастер-классами Александра Медведева в общем-то, темы, которые поднимают Илья Рошап, Александр Киселев Олег Зотов даже Александр Амбалов в принципе, они уже становятся понятно, что это, в общем-то, более низкий уровень то есть, нет смысла стремиться к этим авторам только по одной простой причине что, если вы будете сразу для себя ставить более дальнюю цель вы будете больше, ну, как бы сильнее двигаться и меньше вероятность, что по пути к этой цели препятствие у нас собьет столк если она, цель высоко вот, ну, эти древние пословицы, да, говорите потому что, цель себя в орла попадешь в камень цель себя в камень лучше вообще не выходить вообще не выходить да, идентич а насчет того, как это, в принципе, потреблять понятно, что материал достаточно много и вот у моих рекомендаций что это нужно делать, допустим когда вы сами питаетесь, что-то кушаете тоже можно смотреть, просматривать в этот момент открыт канал и, конечно, желательно пропускать через себя то есть, что-то услышали, что-то поняли как в этот момент услышали можно сразу его использовать в следующей же съемке своей то есть, когда... если вы чувствуете, вот как поверять иногда задают вопросы очень много сейчас в интернете материалов это и благо, и это проблема определенная мы ее дальше обсудим но есть, что-то мини-доклад ага, хорошо сейчас очень много контента вокруг а как образовательного целый линдаком тебе знакомы, может быть, курсы сейчас кто не лень они включают веб-камеру или там запись с экрана и там чревовещают да, то есть, потрясающе откровения какие-то ну, видишь, мы-то делимся из-за века искусства какой? профайл скулл профайл скулл слышал про ничем? я понимаю, русскоговорящая аудитория российская, да? ну, я их не знаю смотри, самое главное как поверять вот очень много источников вот у Дидара есть тоже вот он хочет сказать у него тоже источники есть он, допустим, первый источник чуть выше российских, поднялся там, западные которые уже все съели по два раза там, все систематизировано там, просто бизнес просто, просто гениальный фильм вам гениальный фильм? ну, камеры съедут 250 миллионов, пожалуйста мне вынь-то положь, пожалуйста то есть, менее гениальный то есть, они отвершивают нужную долю искусства они умеют, знают как, технологически это искусство, на самом деле, да искусство, но оно систематизировано вынести вынести так вот, как определить это полезно или нет это нас портит или нет та или иная пища визуальная, слуховая там, или курс тот или иной онлайн или статья если вы сразу можете это применить вот сразу это хорошо если же нет если теоретизирование типа синержиформа ты можешь ты можешь я могу нет ты все можешь в любом случае да, я все да, я могу, но не все мне не нужно это понять что я могу я уже понимаю, что я могу но не все это надо поверять практичностью знаний то есть, если вы чувствуете что получалось что вы в хаосе каком-то опа вспомнили что-то из того вебинара да, это работает вот эта поверка и не важно это российские западные потому что нельзя недооценивать российскую школу да в этом мы говорим и делаем полдопредные фотографии на какой Россия да вообще на ПТИ понятно ну это несомненно потому что наш уровень культуры смотрите у нас мораль мораль у нас крепче духом мы пока еще все еще крепче чем Европа то есть я не призываю вас к какому-то там фобиям каким-то вот тем более гомофобии какой-то но тем не менее я говорю об общем уровне культуры когда мы приходим допустим почему они твердят что Ферри плохой что он не полезный что он портит ну или от него там это канцероген так в Великобритании его не смывают понимаете это культура такая они намоливают там в пенке ставят в эту сушилку и все конечно же оно на них воздействует ну извините надо смывать там грязные люди грязное сознание грязные отношения и продукт их плод их жизни тоже называется брак то есть мы мы иногда выбираем машину более тщательно чем жену хотя машину там выкинула а жена а с женой еще в следующей жизни Борис абсолютно ну с высоты вошли это зависит от жизненных задач просто иногда некуда я кстати хочу сказать что действительно Александр Медведев очень крупно все таки вот у меня есть преданные участники курсов и есть конечно вопросы серьезные к его манере преподавания то есть может себе допустить небольшой мат как бы там какие-то красное словцо когда он начинает рассказывать про взаимоотношения мужчины и женщины вообще там можно вешаться ну он просто приводит такие аналогии типа того что вот примерно то что я просто хочу сказать что конечно есть определенный уровень преподавания но нужно еще понимать что есть еще разные как бы культуры есть разная аудитория подожди для того что пришел к индейцам мумба юмор допустим конечно же ты будешь с ними на их языке говорить безусловно если ты пришел к питерским ребятам вот таким да которые там то есть это что это у них как бы принято так это такая манера он подстраивается это не умаляет его заставить я понимаю эти шутки просто очень меня ну как бы выбивают я понимаю что это проблема очень серьезной современной культуры когда возникает в смысле все что построено на нас все построено на наслаждении как только у нас происходит разочарование как сказать в человеке с которым мы находимся определенной связи предполагать что мы очень легко можем переключиться на каждого следующего это нормальная культуры которая подвется тем же транснациональными корпорациями потому что чем больше да это просто бизнес это просто бизнес это короче говоря заканчивая нашу тему и мы начинаем на ответы на вопросы спасибо что приехал я хочу сказать что в общем то конечно много информации много источников всем этим можно пользоваться но я думаю что все таки для того чтобы это все правильно заходило чтобы это было эффективно для вас возможно стоит воспользоваться следующими вещами то есть сообщество единомышленников то есть там где вы можете обсуждать какие-то вещи что-то с кем-то советоваться какие-то предлагать свои идеи чтобы было об кого думать да и кстати то что сейчас крайне не принято я думаю что если вы принимаете для себя какое-то новое направление в искусстве в жанре фотографии еще в чем-то желательно найти все таки наставника либо ценителя искусства именно в этой области чтобы он давал вам как бы однозначную правильную обратную связь по крайней мере человека с опытом то есть чтобы была преемственность да потому что знания не берутся ниоткуда иногда нам кажется что мы без воздушного пространства нет нет мы постоянно перевариваем информацию и тут конечно большая вот эта тема которую я обещал раскрыть но я судя по всему просто не успею я обещаю записать на видео также выложить отдельно в интернет в интернете